Жильцы обнаружили ястреба тетеревятников своего рода клетки на территории газовой распределительной станции. Жилец дома напротив Анастасия сначала не поняла, кто это. В окно увидели птичка сидит в газовой будке. Непонятно, какая птичка. Что-то то ли сова показалась огромной. Так присмотрелась, видно, что хищная птица какая-то. Шевелилась, прыгала, но видно, что лететь не могла, что значит, что-то с ней не дошло. Мама Анастасии Тамара позвонила в администрацию города. Там обещали помочь. Она не знала, куда обратиться. Звонила в разные структуры, никто не мог помочь. У меня хорошее взаимодействие со всеми общественными организациями, в том числе и Большое Гнездо. То есть я буквально в течение двух минут с девушками созвонился и в течение получаса девушки приехали и забрали птицу. Раненая птица не могла летать, но даже в клетке поймать ее было непросто. Задача номер один – не дать ястребу выбраться из клетки. Нет, контролируйте вон ту щель и вот эту щель. Просто пугайте ногами. Здесь пугать, да? Здесь пугать, да? А вы здесь. Вы мне потом фотоотчет Симакову отправить на дни. Хорошо. Вот тут вот огромная щель, просто если что ногами. Мне здесь постоять? Да, там. Мне постоять. Затем птицу необходимо было обездвижить. Сачок-то серьезный. Дело не сачки, дело, что специалист. Да. Сачок нужен только, чтобы птица ограничить движение. Да, на голову накинуть. Да, все. Ястреба осмотрели и, кажется, у него серьезные проблемы со здоровьем. О-о-о-о. Вы так удивлены или что это у вас? Нет, все плохо. Почему? Скорее, панамкой. Крош во рту. Одышка, кровь в ротовой полости и, возможно, внутреннее кровотечение. По словам директора центра «Большое гнездо», ястреб мог во что-нибудь врезаться во время миграции. Совершенно здоровые птицы редко врезаются. Обычно они уже чем-то поражены гельминтами или гельминфекциями. Это все дело усугубляет, скажем так, ориентирование. И вот птица может влететь на всей скорости в какую-нибудь поверхность, бликующую или прозрачную, или в тонкую, например, в провод. Для птицы подыскали подходящую коробку. В ней хищника перевезут до центра реабилитации. А такая коробка подойдет? Сначала рентген и исследование анализов, потом лечение и реабилитация. По словам Гузели, на это может уйти от двух недель до нескольких месяцев или даже лет. Уже здоровой птице необходимо будет, что называется, разлетаться для того, чтобы вернуться в дикую природу. Пусть птичка живет и всех радует дальше. Сергей Пичугин, место происшествия.